МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Народный артист СССР Анатолий Попанов. Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле Главный этот самый реализм. Дошадить бриллианты в стул. Стул на 70 тысяч. Машин наимжены, дач на моеме ничего у тебя нет. Ты голодранец. Поставь к нам что-нибудь для вдохновения. Да нет, а музыку. Это тоже оставь. Что зря ходить-то? Слава пришла к артисту, когда ему было уже за 40, Кноун успел многое. Фразы Попанова разошлись на цитаты. Детям мороженое, его бабы цветы. Тебя посадят, а ты не воруй. Жизнь моя листьянка. Лучайц! Единственная любовь Анатолия Попанова, заслуженная артистка России, Надежда Каратаева. Они прожили вместе 42 года. Ой, у нас должно быть много детей. Понимаете? Ну, а получилась только одна дочка, потому что я ликвидировала все, потому что он пел. Как гром среди ясного неба. Скоропостижная смерть актера в возрасте 64 лет. Не могли открыть квартиру. Тогда мой зять разбил стекло, вошел, Анатолий Попанович сидел вот так вот, в ванне. Куда пропали все сбережения народного артиста СССР Анатолия Попанова, когда его не стало? Я поставила памятник за свои деньги, потому что действительно никто мне не помогал. Летом 2017-го будет 30 лет, как нет с нами этого выдающегося актера. Сегодня вечером в нашей студии близкие и родные Анатолия Попанова. Его вдова Надежда Каратаева, дочь Елена Попанова, внучки и правнук, а также друзья, коллеги, те, кто хорошо его знают и помнят. Надежда Юрьевна, вообще, конечно, здесь странно дарить цветы, вот так в кадре что-то, но мне так хочется сделать вам приятное, и эти розы так пахнут, что... Не могу отказать себе в этом удовольствии, потому что, я понимаю, что это тоже нескромно, но и так у меня уже репутация такая, что задают неприличные вопросы. Мы должны сказать, сколько вам лет, что вы потрясающе выглядите, и вот в такой форме, которую могут позавидовать многие вообще молодые. Мне много лет, я сейчас скажу, мне это не, так сказать, я не скрываю это. Я с 24-го года, значит, мне 92 года. И вы ветеран Великой Отечественной войны, мы видим ордена. Да, я была на фронте, в военно-санитарном поезде служила. Когда началась война, я пришла в военкомат, чтобы меня отправили на фронт. А меня военком спрашивают, а сколько тебе лет? Я говорю, мне 16 уже лет. Так гордо я сказала. Он говорит, ну что в 16 лет? Я куда тебе в 16 лет? Я же не могу тебя на фронт в 16 лет. А вот в военно-санитарный поезд, если хочешь, я тебя направлю, и тебе там и будешь служить. И я с 42-го года по 45-й год в этом поезде. Ну давайте скажем, что как раз война и то, что вы прошли через всю войну, сблизило вас с... Анатолием Дмитриевичем. Анатолием Дмитриевичем, который тоже прошел через войну, был ранен. Да, это все правильно. Но только я его до войны не знала. А ваша мама, когда его увидела, что она сказала? Она сказала... Ну я вот, видите, какой портрет. Это еще хороший портрет. А он был очень худой и такой независливый, как в смысле, независный в смысле внешности. И мама сказала мне, дочка... А я вроде была ничего, симпатичная девчонка. Дочка, а ты покрасивее не могла найти себе мужа? Я сказала, мама, он такой талантливый. Он такой вообще верный мне, мне верный. Так что я не могу. Ну, сначала встречались, потом... Кстати, получилось так, что мы с ним, как говорится, на одном трамвае ездили домой. И вот он меня стал провожать уже к дому. Долго стали стоять у дома, прощаться, как это всегда бывает. Ну, а потом он, значит, как-то мне говорит, да что мы так с тобой? Давай с тобой распишемся. И вот в День Победы мы с ним расписались. И стали мужем и женой. Здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, ни одна женщина не подошла ко мне, не сказала, а у меня с вашим мужем был роман. У меня один театр, и одна жена. Верочка, я сегодня свободен, и хочу все сделать сам. Уберусь в квартире, сдам молочные бутылки, куплю сметану, и постного масла. Очень хорошо. Только не забудь соленые огурцы. И соленые огурцы. А вечером мы, наконец, идем в театр. У нас с Анатолием Ильичем действительно не было шуры-муры или что-то такое. Была настоящая любовь. Ой, у нас должно быть много детей. Понимаете? Ну, а получилась только одна дочка, потому что я ликвидировала все, потому что он пел. Он очень ведь здорово пел. Они вон с Женькой Вестником бывали, она пьется, и где их? Исчет, исчет. Давай выпьем, давай. Как хорошо, хорошо. Он пил, его забрали в милицию, я ему ходила в милицию, там передачу носила, все. Могло быть очень много детей. А до этого я много абортов делала. Ездила за город к какой-то женщине, она мне чего-то там делала, после чего у меня было кровотечение. Тогда я приходила уже к врачу и говорила, вот так вот, понимаете. Было запрещено аборт, да. Ну, что делать? Надо было как-то из этого выходить. Я никогда не говорила, что я разваливаю. Я только говорила, Толя, бросай пить. Я его любила, он меня любил. А я это ценила. Вот эта комната, где Анатолий Дмитриевич в основном что-то из своей роли учил вот за этим столом. Но Анатолий Дмитриевич был верующий, это точно. Он всегда и перед сном крестился, и вставал утром. Но молитвы он не знал. Нет, нет, такие вот, чтобы какие-то молитвы. А креститься всегда крестился. Он мне всегда говорил, ты иконы не трой. Хотя я уж теперь их все заставила вон пузырьками. Вот мы когда на дачу ехали, едем, у нас там такой храм, он всегда основной, говорил, сиди тут, ты коммунистка, неверующая, я пойду. И ходил в храм и там помолиться, с батюшкой разговаривал. Он никому это не рассказывал, это только я знаю, тогда тем более в те времена, какой там верующий, знаете, и звать никакому не дадут. Раз он верующий, какой ему звать? Вот. А он был народный СССР. А это правда, что ваш супруг завязал с алкоголем раз и навсегда сразу после смерти своей мамы? Да, это правда. Это правда. Потому что однажды, вот я даже его никак, Анатолий Дмитриевич, его только отпускали на спектакль и, значит, обратно в милицию. А за что? За то, что он сидел вот просто так на лавочке, ну, пьяный, ну, так выпивший был. Подходит к нему милиционер и говорит, гражданин, здесь сидеть нельзя. А он ему говорит, да пошел ты, знаешь, куда. Я сам знаю, где мне сидеть. И вот, значит, ах, так знаешь. Нет, он еще сдернул с него галстук. А, да, он еще вот так схватил его за галстук и говорит, да иди ты еще. И сдернул галстук. А у него галстук был на пуговке. Значит, это несложно было сделать, понимаете? И вот после этого, значит, вот его, и я ходила. И что даже милиционер не узнает, что перед ним звезда из фильма? Нет, нет, он тогда не был еще такой звездой, это потом уже. А вот другие бы жены, да, муж снимается в популярных комедиях, другие пилили, возьми меня куда-нибудь на одну реплику, этот, вы так... никогда я не просила. То есть вам не хотелось? Нет, ну, не хотелось, я даже как-то считала это и не, не, ну, как-то, неудобно, что я буду проситься. Он сам знает. Но он был настолько скромный человек, что он меня, вот там, чтобы где-нибудь, давай, давай, ты со мной тоже снимешься, никогда этого не было. Но все-таки вместе вы сыграли в картине «Таблетка под язык», у вас есть совместная сцена, и мы нашли этот фрагмент, давайте покажем вашу совместную работу в кино. Доброе утречко! О! Доброе утречко, Оксанка! Кому это есть столько ласковых слов? Наговорила. А что, председателя еще нет? Да нет, еще нету, да. А что, рано еще, да? Рано! Рано еще. О! Отчего тускнеют бриллианты? Да. А в чем дело, что недоброе, что приключилось? Да ты что, слыхал? Да нет, я же на курсе дела. А что случилось? Да не спрашивай. О! Ты лучше вам идти, не стесняйся. А царить стыдно. А мусор вам и так не стыдно идти. Да. А когда последний раз вы снимались? Ой, я до низу не помню, давно, и тут, по-моему, это то ли было киевская студия, то ли что, но я, я ведь немного снималась. А как ваш супруг относился к популярности? Вы говорите, что он был удивительно скромным человеком, и даже купив Волгу, он стеснялся на ней ездить, потому что, что же скажут? Да, это верно. Он никогда свою эту машину не ставил около театра, а всегда к Академии Фрунзе. Я говорю, а чего? Он говорит, да ну, еще будут говорить, вот, Папанову дали машину. Он был в этом смысле очень скромен, понимаете? Но, судя по публикации в прессе, зарабатывал-то он неплохо, и в бриллиантовой руке у него был гонорар выше, чем у Миронова и у всех вместе взятых. Да, это было. Но я должна вам сказать, он такой человек, он никогда себе ничего не откладывал. А вот если он получал какой-то гонорар, мне тоже не говорил, если у меня не было дома или я там на кухне была, он мне всегда говорил, а ты в спальне была? Я говорю, нет, еще а чего? А вот ты там на зеркале видела что-нибудь, и там лежали деньги, которые он получил, он мне всегда отдавал деньги полностью, полностью свой гонорар. Но если вы вспомнили бриллиантовую руку, давайте посмотрим крылатые фразы, которые подарил нам Антон Дмитриевич. Детям мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай, Кутузов. Лёвик, только я тебя прошу, чтобы... Не беспокойся, Козлодоев. Козлодоев, Козлодоев. Буду бить аккуратно, но сильно. Ха-ха-ха-ха-ха. Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком. Строганый север, порядка 50 метров, расположен туалет типа сортир, обозначенный на схеме буквами М и Жо. Хватит. Хватит. Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты. Ну, как говорит наш дорогой шеф, на чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники. А-а-а-а-а! Мама! Лёня, Козлодоев, Лёняка! Лёняка! Смокойно! Козлодоев! Сядем! Всед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вот мы видим, конечно, этот блестательный дуэт Андрей Миронов, Анатолий... Вот я как раз тоже хотела сказать. Понимаете, Ведь они были разные по возрасту. Но когда были концерты где-нибудь, то они всегда были вдвоём. Хотя в жизни они, в общем-то, не очень дружили. И вот что удивительно, я до сих пор не могу это вот как-то посадить. Когда мы покоронили Анатолия Дмитриевича, я уехала на дачу, живу на даче. И вдруг приезжает Лена, моя дочка, и говорит, мама, ты знаешь, Андрей Миронов умер. Я была так удивлена. Я говорю, как? Да ты что-то меня вообще успокаиваешь, что это не может быть. Мама, я тебе точно говорю, что это так. Вот какая-то загадка, почему через 15 дней после смерти Анатолия Дмитриевича умер Андрей Миронов. Вот это вот что-то невероятное. Давайте, давайте посмотрим наш материал о том, как был знаменит дуэт Миронов-Папанов и насколько они мистически были связаны не только на экране. Я должен принять ванну, выпить чашечку кофе. Будет и ванну, будет и кофе, будет и какао с чаем. Поехали! А! Так почем опиум для народа? Слышали? Как бы он за нами не пошел. После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно. Он меня боится. Меня тоже. Анатолий Папанов и Андрей Миронов – это был один из самых любимых актерских дуэтов советского кино. Они были абсолютно разные. Миронов – потомственный артист, ему суждено было стать актером. Папанов же начинал летейщиком на шарикоподшипниковом заводе и бегал на мосфильм сниматься в массовке. Вот он в знаменитой картине «Подкидыш» сыграл прохожего, его даже нет в титрах. Когда Миронов приобрел свой первый автомобиль, он холил и лелеял свою машину не меньше, чем на экране. Подвезти? Нам не по пути. Как хотите. Папанов же стеснялся своей новенькой «Волги», парковал ее за углом театра и шел пешком. Кто заказывал такси на Дубровку? В «Бриллиантовой руке» Миронов впервые спел на экране. «Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь». Папанову тоже хотелось петь, что он потихоньку и делал в той же картине «Бриллиантовая рука». «Летят утки, летят утки, да мы два гуся». Вслед за Гайдаем и Рязановым этот легендарный дуэт снял в своей картине «12 стульев» Марк Захаров. Жить с такими зелеными усами в советской России не рекомендуется. Голову попробуем отмыть, усы придется сбрить. Миронов и Папанов были неразлучны не только в кино, но и в театре на сцене. Городничий и Хлестаков в «Ревизоре», Фамусов и Чацкий в «Горе от ума», Гаев и Лопахин в «Вишневом саду». Странно только, что в жизни эти два великих актера никогда не были друзьями. Мистика в том, как они ушли от нас. Анатолий Папанов 5 августа 1987 года, а ровно через 10 дней после него 16 августа не стало Андрея Миронова. Папанову было 64 года, Миронову – 46. Надежда Юрьевна, я знаю, что Анатолий Юрьевич очень любил цыганские романсы, и особенно Николая Сличенко. Давайте перенесемся в «Голубой огонек» 65-го года. Внимание на экран. Очень чёрные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, за ночь видел вас, я в недобрый час. Анатолий Юрьевич возвращается со съёмок «Холодное лето» 53-го в Москву, должен лететь в Ригу, где вы находитесь с театром на гастролях. А я была на гастролях в Прибалтике. В Риге, да. И как вы узнаёте, что произошло, и кто находит его в квартире? Я звоню, никто не отвечает, ничего. Я, значит, Юра и Лена были на даче. Значит, кто приехал к вам? Нет, ты… Просто я хочу сказать, когда он подошёл к дому, и внизу, около подъезда, стоялся лесарь, сантехника, а он его знал. И говорит, ну что, Саша? Он говорит, ой, Анатолий Юрьевич, нет, у нас горячей воды. Он говорит, ну что ж, придётся принимать душ холодной, под холодной водой. Он всегда принимал душ ледяной водой. Я у него спрашивал. Да, да. А он говорит, что я вообще… у него же инфаркт был? Нет, никогда не было. Не было. Инсультантное состояние. Да, он говорит, когда я плохо себя чувствую, я забираюсь в ванну под ледяной душ. Я говорю, это же очень опасно, мгновенное сужение сосудов. Вероятно, тогда это и произошло. И вот мой супруг Юра, уже ночью у нас были ключи, и вот он уже поехал ночью. Юра, скажи. Юрий, кстати, Ститов, ваш супруг. Итак, вы приезжаете в квартиру, да, и вы обнаруживаете? Ну, в общем-то, да. Тут, вы знаете, тяжело было ощущение. Тем более, что ты понимал, что если не отвечают, и я сразу услышал, что в ванне вода. Свет везде горит, а вода в ванне. И я, конечно, уже все сразу понял. И мне помогал напротив вас. У нас жил тоже семейная пара, и я открыл дверь, и он зашел, и мы вместе уже, когда открыли дверь, то... Как ты перелезал, расскажи. Да, да. Ведь дверь была закрыта. Она же была изнутри закрыта. На защелку, да, он всегда это делал. Мне нужно было попасть как-то в дом, а можно было попасть только через балкон, перелезть через него. От соседей. А это тринадцатый этаж. Я вам честно скажу, я очень боюсь высоты. Очень боюсь высоты. Перелезал. Ну, вот как-то так перепорхнул, что называется. И выбил окно, да. Выбил форточку, сумел открыть вот эту защелочку и проник вот в дом. Ну, а когда приехали врачи, они сказали, что можно было спасти, нельзя было спасти? Да, говорили. Вы знаете, врач сказал так, что у Анатолия Дмитриевича была двухсторонняя фибрилляция желудочков. Тем более, что в этот день была сильнейшая магнитная буря. И даже если бы кто-нибудь был бы в доме, Надежда Юрьевна, Лена или я там, то мы бы ничего не смогли сделать, потому что он даже не успел осознать, что он умирает. А потом, вы знаете, ведь он ничего же не на тебя было сделать. Он, наверное, он там пролежал, слава богу, вода стекала, он не закрыл ее на пробку, вода стекала, он там, наверное, полтора или двое суток лежал. Мы же не знали, если это не было сразу. Потом, если даже когда нашли, там уже нельзя было спасать его. У нас в студии режиссер картины «Холодное лето» 1953 года, народный артист России Александр Ильич Прошкин. Это последняя работа Анатолия Попанова. Вы знаете, произошла очень странная вещь, когда мы закончили последний съемочный день. Вот он сказал, что, знаете, вы тут снимали мою могилку, покажи мне эту могилку. Я говорю, ну, Анатолий Ильич, ну, декорация, декорация, что там? Нет, все-таки настоял. И мы показали ему этот такой обычный деревянный крест на холмике, попробовал. Там был, снимался эпизод с Валерой, прием в холм. Он постоял. О чем-то думал явно. Даже что-то, мне кажется, или это уже потом, кажется, прошептал. У меня такое ощущение, что человек, его дарование, его интуиция, его таланта мог что-то предчувствовать. У него было такое какое-то лицо, умиротворенное, спокойное, будто он прощался. Я вот с нами, с этим местом, с этой пронзительной природой. Я совершенно другим себе представлял Папанову, когда я его приглашал на эту роль. Я думал, что придет народный артист СССР. Ну, так сказать, что такое народный артист СССР в те времена. Пришел скромный, интеллигентный человек, который, говорит, я могу сесть. Я совершенно не ожидал этого. Я думал, что сейчас пойдут какие-то анекдоты, что он займет все пространство. Он тихо сидел где-то сбоку. Сказал, я прочел, мне понравилось. Мне, в общем, это интересно. Потом, когда уже съемки заканчивались, я к нему пристал. Он говорит, Владимир Владимирович, ну, уже как бы все сняли. Скажите, а почему вы согласились? Это вторая роль, это не главная роль. Он посначала промолчал, через некоторое время, как бы через паузу стал отвечать на этот вопрос. Он говорит, я когда был совсем, в общем-то, молодым пацаном, мы работали на заводе, на этой шарикоподшипнике, и нас замели всю бригаду. Что-то там пропало, какая-то деталь или там какая-то часть станка, и всех замели. И то ли два дня, то ли три дня они, значит, там в этом КПЗ провели. И, говорит, и страх у меня остался на всю жизнь. И я так понял, что эта роль ему нужна была для вот этого избавления от этого страха, который сидел в этом поколении. Потом я к нему стал приставать, говорю, а почему вы при таком, как сказать, ну, вы вообще шекспировский актер. Могли стать актером, я не знаю, как сказать, европейского масштаба. Почему вы как-то нырнули в эту комедийную стезю и так легко по ней ехали? Он говорит, ну, понимаешь, человеку, который играет в мультфильме, там, Волк, и кричит, ну, Заяц, погоди, вряд ли предложит роль Ленина. Даже секторая райкома не предложит. То есть это была некая уловка, некий способ в эти трудные времена прожить в искусстве с абсолютно чистой совестью. Не вступить в партию? Нет. Он же не был в партии? Он не был в партии, да. Я не думаю, что он был какой-то такой принципиальный борец. Он был просто невероятно честный, благородный человек. Нигде никогда не заявляю об этом. Ну, раз вы сказали про Волка, который изгрыз ему всю жизнь, или как-то у него была такая цитата вроде бы, да? Да, биографию. Давайте посмотрим на Волка. Внимание на экран. Заяц! Заяц! Он был полузапрещенными, совсем запрещенными в отдельные периоды. То есть вот первым кандидатом на роль Волка был на солнце. Артисты Румянова и Попанов озвучивают мультипликационный фильм «Ну, погоди». Веселый, находчивый заяц, постоянно оставляющий в дураках хулигана-волка, завоевал популярностью зрителей. А я такой холодный, как айсберг в океане, а ты такой прекрасный, как лето в Искебурке. Сделали четыре обвалфи-писем, и мы записали 17. Вот. Но уже два без Анатолия Дмитриевича. Вот. Но Слава очень такой преданный человек, и он говорит, никто, ни один, кто подражает Анатолию Дмитриевичу, не будет писаться вместо него. Сюжет будет вести Кларочка. Вот. А какие нужны фразочки, мы будем брать из старых фильмов Анатолия Дмитриевича Попанова. Андрея, можно мне вот... Да. Я просто хотела еще добавить... Вот сейчас мы посмотрели фрагмент «Ну, погоди». Уже после смерти папы... Мама сейчас, наверное, уже подзабыла немножко это. После смерти папы к Новому году вдруг звонок в дверь. Она открывает дверь, приходит курьер и вручает маме конверт. И говорит, это вам гонорар за «Ну, погоди». Мама говорит, как гонорар за «Ну, погоди». А видите, котеночки, у него осталось много дублей, и он уже снял новые серии. И вот гонорар за папину работу, где его не было, а были только его голосовые дубли, принесли маме. Вот. Помнишь, мам? Да, как же. Было, было, да. Сергей Владцев сегодня с нами. Вы играли вместе с Анатолием Дмитриевичем и были последним артистом, который видел его живым. Вы вместе возвращались со съемок, да? Ну, я так... Я потом это уже понял, что, видимо, я был последним, потому что мы улетали... Но он улетал в Москву. А я улетал в Ленинград, у меня был спектакль. Но у меня не было билета, группа не достала мне билет на самолет из Петрозаводска. И, в общем, Анатолий Дмитриевич сказал, поехали, что-нибудь придумаем. И мы приехали, когда в этот аэропортик... Естественно, когда его там увидели, девочки, то расплылись в улыбках. И первое, что он сказал, он говорит, девочки, вот этот вот замечательный артист из Ленинградского малого драматического театра, у него спектакль сегодня вечером, хотя у меня был спектакль на следующий день. Пожалуйста, посадите его. И меня посадили на рейс, и я прилетел. А когда вернулся через двое суток, я вернулся в группу, вот я уже... Сначала только мы все узнали, что он не прилетел в Ригу. А потом уже мы узнали об этой трагедии, все, что случилось. Давайте сейчас перенесемся в родные места Анатолия Попанова. Мы с вами сейчас находимся в городе Воинской, Слава Вязьма. В этом городе родился мой отец в 1922 году. Было предложение города Вязьма поставить здесь памятник. Мы, конечно, всей семьей согласились. Здесь такая фотография, когда он сидит в гримуборде в театре и рассказывает двум актрисам о чем-то. И вот именно у него такая вот поза, он поднял руку. Это Кровереческий музей в городе Вязьма. Вот здесь мы передали его джинсовый костюм любимый, который как бы в этом костюме он и в последний день свой был. Папа родился в Вязьме, но он там прожил до 9 лет. И дальше они приехали именно вот сюда, в эту коммунальную квартиру. И здесь у папы были друзья, он был такой дворовый шпаной. Здесь же на другой стороне Москва-реки Мосфильм. И вот они с ребятами зимой, когда Москва-река замерзала, зимой они бегали по льду на Мосфильм. И они там немножко подрабатывали, снимались в массовках. И вот уже у него такая была тяга к кино и к театру. Вот смотрите, какая машина стоит. Кстати, у него была тоже такая машина, это 21-я «Волга». Ощущение, когда едешь на этой машине, что ты едешь просто в танке. Вот видите, даже такая машина, в которой он ездил в фильме «Бриллиантовая рука». Привет! От Михаила Ивановича. Спасибо. Ну что, все будете в порядке. Даже лучше. Это Савинская набережная, дом 5. Сюда меня принесли с роддома. Вот над аркой два окна, а следующие вот два – это были наши окна. У бабушки с дедушкой была комната в огромной коммунальной квартире. Вот это вот наша была комната. Вот это вот квартира коммунальная. Здесь было много-много звонков. Нам было два гильных, один короткий. Здесь уже все же ничего нет. Здесь была у нас кухня, потом здесь стояла телефонная будка. И вот здесь был такой огромный коридор. Но здесь что-то перестроено, здесь уже невозможно ничего не узнать. Ну, весело было, конечно. И несмотря на то, что, как говорится, мы были в тесноте, маленькая комната, но не в обиде. Ну, Вера Кузьминична Васильева тоже сегодня здесь не просто как любимая артистка, но и как человек, который прожила с вами в одном общежитии тоже немало лет. Ну, я его вспоминаю еще, кроме того, что он удивительный артист, он редкий человек. И такой он был лирический. Со мной он был всегда лирическим. Он всегда так произносил мое имя. Он так, Верочка. И я думаю, господи, то ли имя ему нравится, то ли вообще от чего-то он ко мне хорошо относится. Но так как он ни за кем, никогда не ухаживал, то было понятно, что это человек, который безумно любит свою жену. И никаких там нежностей. Вообще он был человек с большой загадкой тогда для нас. Потому что казался безумно смешным, а в глубине очень глубокий, лирический, я бы сказала, очень нежный человек. А как сосед по общежитию-то? У вас там Пельцер, Спартак Мишулин. Да, общежитие тоже очень интересно было. Так как я неожиданно вышла, вроде как, почему я говорю, вроде как, это называется замужем, но на самом деле я не сразу замужем стала. Но я там дала согласие своему жениху по свадьбе с приданым, и он меня привёз в общежитие, потому что он жил в общежитии. И мгновенно Толес обрадовался, сказал, пол-литра у меня всегда есть. На кухне мы поставили это пол-литра, колбаса, чёрный хлеб, может быть, огурцы какие-нибудь. И, по-моему, это было настолько у нас добро, весело. Потом надо мной все издевались, потому что мой муж очень хотел, ну как, добиться моего расположения. Оно ещё не было тогда таким. И он взял домработницу, и она готовила. А так как она была когда-то поварихой в каком-то ресторане, то она так всегда говорила. Мы там говорили, попроще что-нибудь. Она говорит, нет-нет, котлеты едят только простые люди, а вы всё-таки артисты, я буду вам всё время дичь готовить. И она её вот, значит, очищала как-то, выщипывала. Грязь была на кухне большая. Как только она уходила, выходила Татьяна Ивановна Пельцер и кричала, «Вера, иди убирай за своей Анной Ивановной!» Я ходила с тряпкой, Вера всё это вытирала. Жили мы весело, дружно, но иногда Толечка запевал. И тогда Надя его не пускала к себе. И он стучал и говорил, «Надька, открой!» Это было всё как родная семья. Поэтому я его помню как любимого человека, которым я горжусь. Ну, раз вы вспомнили про Татьяна Пельцера, давайте покажем знаменитую сцену из «Двенадцати стульев». Внимание на экран. Аполлит, помните вы наш гостинный гарнитур? Тот, обитый английским ситцем. В моём доме? Да, в Старгороде. Помню, отлично помню. А почему вы о нём вспомнили? В сиденье стула я зашила свои бриллианты. Как? Разве их не отобрать тогда во время обыска? Нет, я спрятала бриллианты в стул. А почему вы их не отдали мне? Как же было отдать бриллианты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери? Как засадить бриллианты в стул? Стул на 70 тысяч, на котором неизвестно кто сидит. Ещё раз всем добрый вечер. Народный артист СССР Анатолий Попанов. Сегодня мы вспоминаем его вместе с его вдовой, его дочкой и внучками, друзьями и коллегами. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться, я сумею не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную лезу в воду и вискует привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровья до 100 лет мы сбережём. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржу. Светлана Леонидовна, скажите, а вот как получилось, что только Михаил Михайлович Державин и Ольга Аросева приехали провожать в последний путь артиста, и театр не прервал гастроли и как-то так вот отнёсся? Наверное, Светланочке сложно на это ответить. Я думаю, что я даже могу сказать. Дело в том, что ведь когда гастроли, да ещё гастроли были в двух театрах, то разрешение на прекращение гастролей происходило не от руководителя, а от управления культурой. Это же мы, в общем, не свободные такие люди. Поэтому получилось очень большое для нас горе, что мы не могли бросить гастроли и приехать в Москву. А, Роксан, вы помните тогда всё вот... Да, я помню вообще, это как трагический был момент. Вообще, Миша Михайлович очень любил Попанова, всегда очень его образно копировал. Он все его какие-то вот такие репризы, баечки всегда пересказывал. Миша рассказывал, когда вы были в Венеции, театр был в Венеции, и там, значит, первое, что сделали, это повели всю труппу, там, на желающих, показать забальзамированного, значит, Пирогова. И когда они уезжали, и все, значит, начальники говорили, приезжайте, приезжайте ещё раз. И Антон Юрьевич сказал, обязательно приедем, у вас тут очень хорошо бальзамируют. Вот это гениальное такое, блюдо. А как он хорошо заканчивал спектакль. Ещё раздавались аплодисменты, мы по лестнице шли в свои уборные, и он громко кричал всегда, Скорей бы ночь прошла, и снова за работу. Роксан, давай посмотрим на вашего супруга и Анатолия Попанова, который исполняет песню Владимира Высоцкого. Внимание на экран. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре, Шивот раздуха, грация и пластика, Общеукрепляющая, утром отрезвляющая, Если же пока ещё гимнастика. Хочу сказать, что за кулисами ждёт встречи с вами народный артист России, и режиссёр и сценарист Виктор Иванович Мережко. Я знаю, что он был одним из немногих людей, кто был вхож в ваш дом и знал вашего супруга. Давайте пригласим Виктора Ивановича к нам в студию. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Надежда Юрьевна, здрасте, мои дорогие. Здрасте, Медденька. Вы не с пустыми руками, у вас и трость, и книга. Трость производственная травма на съёмках. Книга, это вот я написал сценарий «Красный дон». И одна из главных ролей я писал для Лены. Потому что она стала прекрасной актрисой. Это точно. Прекрасной актрисой. Просто уникальной. И такой, в общем, второй у нас нет. Леночка, вот прочитай. АПЛОДИСМЕНТЫ А расскажите нам, как началась ваша дружба? Вот мы здесь слышали, что вы один из немногих, кто дружил с Анатольевичем. Знакомство случилось в Ростове-на-Дону. Я работал в газете «Молот». Говорил вот так, по-южному. Обожал Попанова. Вышел фильм «Человек неоткуда», Рязанова. Который затоптали. И Попанов играл там четыре роли. И я выучил все четыре роли. И ждал Попанова. Вдруг театр «Сатиры» приезжает до Мокла в меч. Спектакль, где он играл боксера. И как-то я шел из Левбердона. Левбердон – это левый берег Дона. Кто знает. Уже с пляжем. И вижу, навстречу идет такая группа, ну, явно не ростовчан. Артисты идут. Театр «Сатиры». И я вижу среди них Попанов. Для провинциального парня, молодого тогда еще, это было, ну, что-то сказочное. И я нагло подошел и говорю, «Здравствуйте, товарищ Попанов». Говорит, «Здравствуйте». Я говорю, «Вы знаете, я ваш поклонник». Говорит, «Очень приятно». Я говорю, вот смотрел, человек ниоткуда. Я выучил все ваши монологи. И стал читать, сегодня наш обед, подражая его интонации, сегодня наш обед особенно хорош. Два блюда вместо одного мы подаем к столу. И читает душу. Он слушал, говорит, «Парень, ты, по-моему, перегрелся. Иди отсюда домой». И мне толкнуло. Я потом ему вспоминал при нашей дружбе. Он говорит, я не помню, ко мне таких придурков много приходило. Вот Надежда Юрьевна рассказала, что Антонович Митч страдал этим делом. 12 лет мы дружили, я ни разу его не видел выпившим. Но он рассказывал такую историю. Венгеров снимал картину «Порожний рейс». Снимали вначале в Казахстане. Саша Демьяненко очень любил это дело. Юматова, Георгий Александрович, и Папана. Такая троица ударного труда. И они очень там гуляли, в казахских степях. А потом приехали в Ленинград. Их Демьяненко забрали домой. А Юматова и Папанова заперли в номер. Вдвоем. Заперли, чтобы они не пили. И чтобы к утру были в форме и готовы к съемкам. Что делали замечательные артисты? Они связали несколько простылей. Наконец-то завязали деньги. И Папанов стал кричать. «Ленинградцы! Дети мои! Помогите умирающим артистам!» Всегда было больно миграцией. Доставали деньги, бежали в магазин. Завязывали, поднимали. Утром все было понятно. В нашей студии фотограф Виталий Арутюнов, который 40 лет назад получил творческое задание сделать очерк об Анатолии Папанове и счастливыми обстоятельствами даже попал в дом к актеру. Я прихожу в театр «Сатира», жду Анатолия Дмитриевича, а он выходит. А мне тогда было 25 лет. Выглядел еще моложе, чем 25 лет. Анатолий Дмитриевич выходит, и я представляю, что вот я из агентства печати «Новости» надо сделать с вами репортаж. Он так на меня холодно посмотрел. Я так понял, мол, мальчика прислали. Я говорю, вот сцены из театра надо снять, потом на репетиции вас снять. На репетиции я не люблю, когда меня снимают. Хорошо бы вне театра снять, дома. Нет, дома я никого не приглашаю. Ну, в общем, стена. Нет, нет, нет. Ну, что делать? Начал я снимать сцены и спектакли. В общем, короче говоря, я приношу ему эти снимки. Он берет эти снимки, так посмотрел, один кадр, второй кадр, так на меня, на мальчишку. И все, смотрю, стена рухнула. Я хочу сейчас поблагодарить Надежду Юрьевну, потому что благодаря Надежде Юрьевне у меня остался подарок очень хороший. Значит, когда я уже отснял и дома, у вас поснимал, все. И, значит, друг Надежды Юрьевны мне говорит, «А Виталий, ты не хотел бы с Анатолием Дмитриевичем сняться?» Я просто обалдел. Я говорю, «Надежда Юрьевна, ну, конечно же». И буквально два кадра я дал в фотоаппарат, Надежда Юрьевна сделал. Вот, два кадра. И, значит, это такая память. Можно я просто поблагодарю и поцелую руку вашу, Надежда Юрьевна? Спасибо вам большое за такую память. Спасибо вам большое за такую память. Спасибо. А у меня нет такой фотографии. Да, вот такой. И я принес, потом подписал. Я просто автограф хотел, а он вот подписал. Кто-нибудь рассказывал, как Анатолия Дмитриевича пригласили на Серпилина? Пригласили куда? На Серпилина. Сниматься в Серпилина. А, на живой мёртвы, да? В Столпер. Да, в Столпер. Решил снимать, значит, вот, где... И пригласил Анатолия Дмитриевича. Он очень долго отказывался. «Да ну, я комедийный актёр, ну, какой я Серпилин!» И вот он один раз приходит и говорит, я знаю, почему меня на эту роль пригласили. Знаешь, я взял Симонова и прочитал, что Серпилин был с лошадиным лицом, но с умными глазами. Вот он, значит, решил... А вы знаете, что он очень не хотел, чтобы Лена была актрисой. Так уж, Лена, дело прошлое, но он был категорически против. И он говорил мне, ты знаешь, я страшно переживаю за Ленку. Я говорю, почему? Ну, во-первых, она такая же страшная, как я. Я говорю, Анатолич, вы же красавец, она красавец. Ты давай не ври только. Во-вторых, артистка с таким лицом. Я чудом, он говорит, я чудом выбился в актёра. Вот что будет с Леной, она на меня похожа, будет копия Папанова. То есть был абсолютно против. Но имеем, что имеем сейчас. Я когда была маленькая, совсем маленькая, я очень любила воду. И очень любила купаться. И он у меня звал Гусик. Гусик, да. Но надо сказать, к чести Лены, она всё-таки не стала находиться в тени отца. Я просто хочу сказать, у нас были, да, вот когда ещё папа был жив, я уже была молода, нет, я ещё училась, наверное, были предложения там сыграть вместе. Были в кино. Но как-то он никогда не на это и шёл, потому что для него очень важен был сценарий. А просто сниматься с дочкой только из-за того, что плохой сценарий, но сниматься с дочкой, он никогда на это не шёл. И ещё был один момент, вот когда он стал ставить спектакль «Последние», он мне сказал, а ты не хочешь в этом спектакле, там есть роль горбатой дочери, по-моему, да, её играла Таня Бондаренко, по-моему, да. И вот он говорит, ты не хочешь сыграть? Я говорю, ой, конечно, я очень хочу. А у меня как раз вот Маша родилась, но тем не менее я уже играла, вышла в театр. Я говорю, очень хочу. Потом он мне сказал, ты знаешь, ну вот всё-таки неудобно, что Папанов из другого театра, а я работаю в театре Ермоловой, вот, из другого театра привёл свою дочку. Ну, будут говорить, что это как-то, ну, не очень, а он вот так вот, такое было воспитание, не очень это тактично. Давай подождём. Вот я поставлю спектакль, уже мы будем, а потом я тебя тихонечко введу на эту роль вот горбатой девушки. И потом вот случилось так, что начались гастроли, во время гастролей он погиб в Москве, умер, и уже на премьере спектакля он не присутствовал. Уже они, артисты, уже, по-моему, год или два играли без папы. Так спектакль тихонечко, по-моему, через два или три года, да, Светочка, вы его, этот спектакль сняли, а был очень хороший спектакль. А как вас-то называли Лавского? Просто он называл меня Светочка, Света, просто так. С Анатолием Дмитриевичем мы не общались близко никогда, потому что это было совершенно невозможно. Меня как молодую актрису представили при поступлении в театр-трупп, и на этом всё кончилось. Ходили там, встречались по коридорам, здоровались, но мне хотелось, чтобы когда-нибудь в каком-нибудь коридоре или буфете Анатолий Дмитриевич мне сказал какое-нибудь слово или обратил на меня внимание. Мы стояли у доски расписаний, и вдруг я почувствовала, что кто-то подошёл. Я обернулась, подошёл Анатолий Дмитриевич, тоже смотрел что-то в расписании. И я повернулась к нему и сказала, здравствуйте. Он сказал, здравствуйте. Я сказала, это вот здесь вот доска расписаний, вот здесь вот всё это пишут. Он так внимательно посмотрел на меня, я не знаю, что он тогда подумал, ну это она правда такая или притворяется, или что, не знаю что. Но суть в том, что он, как через некоторое время, пригласил меня в свой театр последний, спектакль последний. Мультфильм «Маугли», «Тигр Шархан» и ещё одна роль Анатолия Попанова, народного артиста СССР, которого мы вспоминаем сегодня. Я удивляюсь, как это такие смелые охотники позволяют командовать собой, издыхающему волку. Я слыхал на совете стаи, вы не смеете посмотреть ему в глаза. Маугли, я сожру этого лягушонка. Сегодня в нашей студии внучки Маша и Надя. Интересная история, что вы взяли фамилию Попанова уже в зрелом, сознательном возрасте. Да. Папе не было обидно? Нет. Было тебе обидно? Они обе подошли ко мне. Сначала Маша, когда ей было 16 лет перед получением паспорта. И потом и Надя. Папа, мы хотим быть Попановым, пожалуйста. Как вы пришли к этому выводу? Вы знаете, но, кстати, кстати, Анатолий Митч очень хотел, чтобы они были Попановыми. Он действительно очень хотел. Он мне говорил, слушай, ну пускай они возьмут мою фамилию. У нас в семье все время очень много говорили о дедушке. Мы все время знали, нам рассказывали, нам показывали фильмы. И как-то мы выросли с осознанием, что вот мы несем эту фамилию, что это наше родное, что мама, дедушка, бабушка. Вот. И как-то пришло осознание, что нет, вот надо все дальше нести. Ну, Попановые, точка. Ну, ты помнишь деда, да? Вот мы видим. Да, мне было вот 8 лет, когда дедушка скончался, поэтому какая-то память осталась. Ну, какая? Очень положительная энергетика, потому что мое любимое занятие, я помню, в детстве, это было попрыгать у него на животе. Вот он лежал на диване, а я скакала. Ну, и бабушка, конечно, пыталась сохранять его покой, она меня постоянно выдергивала с этой комнаты, а он меня обратно затаскивал. А ты не помнишь, как он тебе читал, Евгения Онегина? Да я помню, конечно, и я ему... Он меня читал, и я же тоже какой-то свой кусочек выучила, и он меня записывал. Но на мультфильмах, которые озвучивал дедушка, ты тоже выросла, как-то, я понимаю. Конечно, да, да, я даже вот знаю, что есть определенные люди, которые только этот мультфильм и знают, а больше ничего не знают, что дедушка где-то в других фильмах снимал. Ну что, продолжается история семьи Попановых и правнучка Настя, которой 2 года и 8 месяцев вместе со своим папой Игорем, сегодня тоже в нашей студии. Давайте пригласим их. Ну выходите к нам сюда. Тут все, смотри, у тебя и бабушка, и... Прабабушка. Прабабушка, простите, пожалуйста. Бабушка, прабабушка, тети вообще. Я знаю, ты приготовила какое-то выступление нам сегодня. Песенку. Песенку. Капитан, капитан, улыбнитесь. Настенька. Ну а сейчас это наш свой? Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка, это флаг корабля. Настенька, давай. Она просто не сожрела. Это в следующий программе. Очень готовилась. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александр Анатольевич, мне... Вот близимся к финалу, и возвращаясь к фильму «Холодные лета» 1953 года, в финале герой погибает и говорит... Там есть такие очень трогательные слова про то, что так хочется пожить по-человечески, поработать. Фильм озвучивал уже другой актер, да? Ну это не финал картины, это я просто, поскольку произошло такое трагическое событие, неожиданно ушел, Анатолий Дмитриевич. Я вынес в такой, в тетровый кусок вот этот повтор монолога с оригинальным голосом Анатолия Дмитриевича. Это его черновая фонограмма. Потому что уже озвучить картину он не успел, и озвучил замечательный ленинградский актер Игорь Ефимов. Поэтому в финале звучит оригинальный голос Анатолия Дмитриевича. Это некая дань памяти того, что актеры такого масштаба, они бывают раз в поколении. Давайте тогда и поставим точку в нашем сегодняшнем эфире как раз вот этим фрагментом вашего фильма. Об одном жалею годы. Так хочется пожить по-человечески и работать. Анатолий Дмитриевич Попанов. Последний кадр. Последняя роль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ